Я приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня 21 мая, и уже по сложившейся традиции хотел бы сделать небольшой анонс или обзор того, что мы с вами будем изучать из священного писания уже в ближайшие выходные. На сегодняшний день у нас есть хорошая новость. Хорошая новость заключается в том, что мир мало-помалу начинает выходить из карантина. Но на сегодняшний день людей интересуют другие вопросы. Вопрос, который сейчас у всех на слуху. Вопрос, который взбудоражил интернет и все интернет-сообщество. Это вопрос чипизации, вопрос вакцинации. Говорят о том, что вакцина, которая будет придумана от COVID-19, будет не просто вакциной, но нано-вакциной, содержащей чип. И вот на этой неделе мне поступил телефонный звонок, и мне задали такой вопрос. Что нам, верующим, будем делать? Что нам, как христианам, делать с этой вакцинацией? Принимать ее или не принимать? Что об этом говорит Библия? И разве это не является начертанием зверя, о котором мы предупреждены в 13 главе книги Откровения? Именно на этих выходных мы с вами будем исследовать этот немаловажный вопрос. Действительно, книга Откровения дает очень серьезное предостережение. Так, в 14 главе ангел, третий ангел из трехангельской вести, повелевает следующее. Девятый стих 14 главы мы считаем. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом. Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей. Итак, в 14 главе книги Откровения мы имеем очень ясное, очень конкретное предостережение. Ни в коем случае не принимайте начертание зверя. Кто сделает это или кто примет это начертание, тот будет мучен в огне и селе. Тот и запьет до дна чашу гнева Божьего. Более того, 16 глава говорит нам со 2 стиха. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. И далее 16 глава перечисляет все те семь губительных язв, которые будут излиты на людей, принявших начертание зверя. Поэтому, ну, вывод для нас прост. Просто начертание зверя не нужно принимать. Но здесь не все так просто. 13 глава книги Откровения говорит нам о том, что это начертание зверя будет положено практически всем. 13 глава говорит следующее. «И сделает он то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». Итак, смотрите, что здесь происходит. Фактически все люди, проживающие на земле в последние дни, будут словно между наковальней и молотом. С одной стороны, ты просто обязан принять начертание зверя, потому что иначе ты не сможешь ни покупать, ни продавать. Иначе ты, ну, скорее всего, просто умрешь с голодом. С другой стороны, Бог предупреждает через своего ангела, кто примет начертание зверя, тот будет мучен в огне и сере, тот выпьет чашу гнева Божия до дна. Итак, что же надо христианам делать? Во-первых, нам необходимо узнать, а что является начертанием зверя? Что об этом говорит Библия? Не просто интернет, не просто какие-то ролики на ютубе, но что Библия говорит о начертании зверя? И более того, нам важно знать, как уберечься от начертания зверя. Более того, Библия дает детальное описание группы людей, которые не примут начертание зверя, но вместо этого они получат печать Божью. Что необходимо, чтобы получить печать Божью? Кто эти люди, которые получат печать Божью в последние дни? И самое главное, как мне быть в этой категории людей? На все эти вопросы мы с вами будем давать ответы в субботу утром, в 10 часов утра. В пятницу наша тема называется «Чипизация». О чем молчат СМИ и интернет? А в субботу утром мы будем исследовать чипизация. Вот что говорит Библия. Мы вместе с вами будем исследовать эти интереснейшие и актуальные темы. И вы увидите своими глазами из Священного Писания, как избежать начертания зверя в своей жизни. Поэтому присоединяйтесь к нам. Давайте будем исследовать Библию вместе. Всего вам доброго. Божьи благословения. До встречи.